Здравствуйте! Небольшое гадание для близнецов на август 2024 года. Дорогие близнецы, я признательна, что вы смотрите, верите моим картам. Надеюсь на хороший содержательный прогноз, на отличное гадание, на то, что карты какую-то сакральную информацию нам выдадут. Есть у меня ощущение, что я очень подходящее время, очень вовремя это делаю. И с подходящими картами, кстати, совсем простую повседневную колоду взяла. Карты, которые у меня в руках каждый день, людям гадаю, на них ничего особенного. В общем, классическая система. Тару активирую для вас, для близнецов. А вы пока позадавайте. Всегда прошу, умоляю, задавайте картам вопросы. Своё спрашивайте. Общий прогноз становится личным, частным. Он очень к вам притягивается. Когда вы успели спросить про любовь, про работу, про деньги, про что угодно, карты отвечают, отвечают картам. И Меркурий, да, знаете, уже будет ретроградным весь месяц, там, с 5 до 28, но он в петле-то раньше, да. И поэтому, в общем, весь месяц, давайте так говорить, весь месяц. И в этот раз домашнее задание, знаете, мне обращение такое к вам. А напишите в комментариях, пожалуйста, что вот самое худшее с вами случилось под ретро-Меркурием. Не просто, а вот что вы поняли, вы как-то догадались, угадали, поняли, что это проделки ретро-Меркурия. И что самое лучшее с вами случилось под ретро-Меркурием, так что вы тоже поняли. Потому что многие пишут, многие говорят, что прям ждут этого ретро-Меркурия всегда, потому что он приносит счастье, деньги, любовь и так далее. Такие альтернативные есть версии взгляда на это, на это, на все. Ну что ж, близнецы, работа, как вам удастся поработать? Начало, начало-то хорошее. Я знаю, чего близнецы ждут сейчас. А думаете, я не угадаю? Я, конечно, угадаю. Я знаю, что близнецы сейчас ждут появления в жизни важного человека, значимого. И именно в сфере работы. Правильно? Угадала я? Именно это вам нужно. И вы ждете появления этого человека именно в августе, до конца лета. А может быть, в крайнем случае, осени. Правда же? Нужен старший товарищ, наставник, мудрый начальник, который поведет, научит, естественно, заплатит, не предаст, который надолго останется. Ну, я все про всех знаю, слава богу, и профессия у меня такая. И видите, вот она, вот он приходит. В августе новое знакомство у вас с очень-очень хорошим человеком. Мы забыли среди современного сленга, мы забываем простые слова. Помните, мы раньше говорили про людей? Этот хороший человек, а этот плохой. И мы, может быть, каждый свое вкладывали, но в целом было понятно. Вот есть плохой человек, а есть хороший. И вот вам предстоит встретить хорошего человека во всех смыслах. Мудрый, знающий, спокойный, профессионал в своем деле. Он идет как, видите, папа. Карты здесь называют папа. А мы слово папа тоже подсознательно воспринимаем, очень содержательно. Папа — это и защита. Папа — это и кошелек, извините меня. Папа — это и генеральный спонсор. Всегда папа — это и знание, это и учитель. Это вот, смотрите, какой-то человек в области работы. То есть это у вас может новый начальник появиться на работу. Ну, сменилось начальство. И пришел вот человек, на которого вы папа, да, в мантии. То есть человек, на которого вы, ну, прямо вот втихаря, ну, молитесь, да, говорите. Ну, наконец-то вот достойно занял место. То есть ловите новости. Бессловно, хорошие, связанные с работой. Это пожезлов. То есть это новая работа. Даже сильно новая, может быть, для вас. Сильно новая в том смысле, что вы никогда этого не делали. Новое увлечение, новый какой-то такой вот проект. Но самое главное, что вам предстоит объединить усилия. В таком благородном профессиональном экстазе предстоит объединиться с неким человеком. Мессия, мессия, да, папа, верховный жрец. Этот человек, которого вы давно ждали. Не смели пригласить в свою жизнь, но ждали. Вот, очень хорошая карта. То есть два старших аркана. Вот из трёх два старших аркана. То есть это судьба, это очень значимо такое событие. В общем, ловите. Человек века, человек тысячелетия. Появляется в вашей жизни. Очень хорошо. Ну, покровительство как минимум, мудрый совет как минимум, обучение учитель как минимум. Но тут максимум. Не пропустите. Естественно, вопрос о деньгах стоит. Что в кошельке у близнецов происходит? Неплохие карты. Скромные, но красивые, откровенные. А вот такие крупные, такое большое событие, знаменательные, замечательные, связанные с работой, пока не очень сказываются на ваших финансах. Но пока это не может произойти быстро в тот же день. Хотя десятка мечей здесь и есть, да. Десятка мечей идёт как конец чёрной полосы. То есть понятно, что что-то меняется. Но она кризисная. Вот тоже двоякий прогноз. Если вы страдаете сейчас от нехватки денег, то десятка мечей заставит вас страдать от неё ещё сильнее. Представьте, но это будут последние страдания. Самые больные. Ночь темна перед рассветом. Это говорит нам десятка мечей всегда. Потом готовьтесь, что... А денег-то может быть в августе и не так много. Так ещё и пятёрка мечей здесь есть. Только ещё и можно по-мелкому и тупо поругаться из-за денег. Кстати, я надеюсь, что вы постараетесь этого избежать. Ещё и тройка мечей, невернутые, невозвращённые долги и всякие такие сомнения и головная боль, связанная с деньгами. Поэтому я думаю, что перспективы денежные, уже туда попозже, скажем, на сентябрь, на золотую осень, прекрасные. Не зря у вас такой значимый человек в жизнь входит. А пока по чуть-чуть, по-мелкому разбирайтесь там с мелкими. Ну, с долгами, не знаю, с разговорами с какими-то людьми. Видите? Это кризис финансовый у вас. Но кризис, который надо пережить, отстрадать, чтобы потом стало значительно лучше. Я бы... Какой совет здесь по деньгам, да, для близнецов? Может быть, заранее вам поискать какие-то тылы, какие-то... Поискать план Б, например. Если основные денежные источники сейчас не особо кормят, да, придумайте вот сейчас прямо заранее, где вы будете кормиться, где вы будете брать деньги. Ну, как альтернативный какой-то временный такой вариант, знаете, там... Какую-то кубышку, какую-то копилку, какой-то накопительный счёт придётся вскрыть вам. Не знаю. Может, продать даже что-нибудь ненужное, да. Правда, чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. Далее любовь у близнецов. Ах! Любовь. Ещё и любовь. Ещё и любовь у вас. Личные дела, романтические. Близнецы, близнецы, близнецы. Всё в королях. Поэтому же и для женщин-близнецов, конечно, любовные перспективы идут в полный рост. Другое дело, что это всё-таки короли. Это состоявшиеся люди. Это завершённые истории. Это состоявшиеся истории. Короли. Это не пажи и даже не рыцари. Это не новые знакомства. Вот. Поэтому, если вы одиноки, и вопрос стоит именно так, встречу ли я нового человека, там, мужчину, мечты в это время, ну, честно скажу, не знаю. Вот потому что такой прям откровенной энергии новизны здесь всё-таки нет. Более перспективные отношения с уже известным человеком. Например, с королём Пентаклий, с вашим мужем, да, который почему-то становится более значимым. Наверное, просто более богатым. Зарплату ему подняли. Вот. И здесь мужчина, который признаётся в чувствах. Почему их два? А я расскажу, почему. Поэтому это так карты могут описывать две ипостаси, две стороны присутствия человека в вашей жизни. То есть он у вас идёт и как король Пентаклий, вы от него деньги получаете, и как король кубков. То есть у него марьяжный, любовный интерес к вам. Либо действительно две персоны, два жениха на выбор. Близнецы любознательные, активные, весёлые люди. Кстати, умоляю, не пожалейте, посмотрите на моём канале видео благословения болгарской гадалки Магдалены. Для вашего знака, естественно, для близнецов. Она там про близнецов говорит. Слова, определённые слова. Кто видел, знаете, не забудет. Так вот, видите, что торжество любви, ваша значимость. Месяц-то любовный у вас, понимаете, любовный. Вы в центре внимания. И короли, они всегда делают большую ставку. То есть это люди с серьёзными намерениями к вам. Серьёзно в вас вкладываются. Неважно, я сейчас про чувства, про деньги, про всё остальное. А ваш портрет, ну вот, императрица, торжество любви, ваша ценность, красота, что ли, скажу. То есть такой расцвет вашей привлекательности, который зовёт, соответственно, такое внимание, приглашает вашу жизнь. Я бы сказала, раз-два короля, да, то придётся выбирать. Ну, выбор два человека, например, в один день, в одну субботу зовут на свидание. Но я всегда говорю всем на любую тему, не торопитесь выбирать. Не торопитесь выбирать. Потому что выбирая одно, вы всегда отвергаете второе. И потом можете пожалеть. Успех успешный, успешный успех, успех успешных людей во многом, сейчас мудрую, эксклюзивную вещь вам скажу, напомню. Успех успешных людей во многом объясняется тем, что они не выбирали, а брали всё, что предлагает судьба. Поэтому, если это будет два, внимание, двух мужчин, например, то почему бы и нет. Не надо выбирать, чем обижать хорошего человека. Домашние тела одной карты, я думаю, будет достаточно. Домашние тела дома, в семье с родственниками, по месту жительства. Ну, в общем, ничего крупного не происходит. Но эта двойка жезлов, она, знаете, приглашает в какой-то всё-таки борьбе. Она приглашает к твёрдости духа. Она говорит, что, ну, не позволяйте себя торопить. И, скорее всего, не принимайте никаких поспешных или вообще крупных решений в связи с домом, с жизнью вашей семьи. И остановитесь. Двойка жезлов – это такая остановка в позе, в какой-то асане, в которой максимально все мышцы напряжены. Это остановка альпиниста на отвесном горном склоне. Думаю, вы догадались, о чём я говорю. Дорогие близнецы, я очень признательна за то, что вы посмотрите и верите моим картам. Я вам желаю всего наилучшего в этом августе и в любом другом. Увидимся! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!